Благословие. Сегодня у нас воскресенье. Какое число? Восьмое число. Владимирской иконы Божьей Матери. Сегодня мы собрались почитать Евангелие, но народу у нас мало. Не все пришли. Кто заболел? Кто еще что, да? В основном. У нас болящие на даче. Сейчас побыль хороший стоит. Ну, почитаем. Крайм небесный. Утешителю жизни. И жизни сестерей. И вся исполняя И сокровища плохих. И жизни подателю Преселиться мы. И очистенная церковь скверной. И спаси блаже души наша. Господи. Боже, дай нам читать Евангелие с толкованием блаженного Преселакта. Не уклониться ни веры, ни справа. Да? Неразуметь читаемое. Господи, помилуй. Евангелие сегодняшнее воскресенье читали у нас в храмах. От Матфея, 28 глава, 16 по 20 стих. Господи, во имя церкви святого Духа. Аминь. Один из же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И увидевшие его, поклонились ему, а иные усомнились. И приблизившийся Иисус сказал им, да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, креся их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Учаясь соблюдать все, что я повелел вам. И сел я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Толкование блаженного Преселакта. То явление, о котором говорит Матфей, было после тех, о которых говорит Иоанн. Ибо Господь часто являлся им в продолжении сорока дней. То приходил, то опять уходил. А не всегда, а не везде был с ними. Итак, верховные ученики вместе со всеми прочими последователями Господа поклонились ему. Впрочем, могло быть и то, что и все сомневались, как действительно говорит о том Лука. Судя по всему этому, ты должен понимать так. Пришедшие в Галилею ученики поклонились ему. Но эти же, поклонившиеся Галилеи, прежде, как говорит апостол Лука, сомневались, когда были в Иерусалиме. Крестом своим я победил уже имеющего держава смерти. Я из места менее, то есть имеется Господь Иисус Христос. Подчинение бывает двоякое. Одно невольное, по которому все мы рабы у Бога и по неволе, не исключая демонов. Другое подчинение произвольное. В таком смысле, например, Павел был раб Христов, то есть имеется апостол Павел. Прежде, когда все оказывали одно только непроизвольное подчинение, Спаситель имел власть над всем только как бы в половину. Но после креста, когда богопознание стало доступно для всех, и когда все покорились добровольно Христу, прилично было сказать, ныне я получил всякую власть. Я из места менее имею в виду Иисус Христос. Прежде я имела власть только отчасти, когда служили мне только непольно, поскольку я дворец. Но ныне, когда люди служат мне свободно и разумно, мне дана уже всякая и все целая власть. Семьдесят менее здесь пишется с большой буквы. Кем же она дана ему? Очевидно, что он сам ее принял, смирив себя до смерти и распятия. Иначе, если бы он не смирился и не сразился с врагом посредством креста, то не спас бы нас. Имя у трех есть одно. Имеется в виду три. Вот здесь, когда мы читаем имя Отца, Сына, Святак, Духа. И, значит, Тире – Бог. То есть, как мы исповедуем Отец – Бог, Сын – Бог Господь наш Иисус Христос, и Дух Святый – Бог. То есть, об этом и говорит Боже мой Тифилак. То есть, вот эта Троица... Следовательно, Троица есть един Бог. То есть, мы веруем, что как Троица не раздельная и не следная. Она в трех лицах – Бог Один, да? А три лица – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святый. Сказавши, что крестить должно во имя Троицы, он преподал нам богословие, а присовокупивши, что должен учить и соблюдать заповеди, показал нам деятельную добродетель, зная, что и о кончине века он наполнен для того, чтобы побудить их еще более придирать опасности. «Не бойтесь говорить все мирское, горе летое или благополучие будет иметь конец. Посему не в горе не отпадайте, потому что оно приходит, не благами не обольщайтесь, ну или богатством, да, потому что они кончатся. Впрочем, не к одним апостолам относятся обещание Господа быть с ними, но и ко всем вообще ученикам Его, то есть ко всем верующим в Него и хранящим в Него заповеди. То есть все христиане, да, но тоже христиане пропословные, исповедуем Святую Троицу, то есть ко всем верующим в Него и хранящим заповеди, да? Потому что апостолы имели жить не до кончина века. Итак, Господь обещает свое пребывание до скончания века и нам, и тем, которые будут после нас. Однако не в том смысле, что до скончания века будет, а после скончания не будет. То есть, поясняем, не в том смысле кончина века, это как предсказано сейчас еще в другом месте, почитаем от послания Петра 2, 3-го, так, 2-е послание, 3-я глава, 10-й стих. «Придет же день Господень, как стать ночью, и тогда небеса шуму прийдут, стихи же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на них горят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Господня, в который воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшие стихи растают». Ну, то есть здесь о последних временах. Он имеет в виду последние времена, которые предсказаны в окончании, да? Но то, что век потом все равно будет продолжаться, жизнь со Христом, имеется в виду, она будет вечная, она же не заканчивается, поскольку Бог вечер. Ну, вот он и присняет, что нигде в Писании не говорится, что если до, то после не будет. Ну, то есть если до, то и после, конечно, время будет продолжаться. «Возблагодарим же Господа, пребывающим с нами здесь, нам, ныне доставляющий всякое благо, и еще совершеннейшим образом желающим пребывать с нами и в бесконечные веки». То есть он в этой жизни, пока мы живем, нам помогает, и там, если мы будем с ним, и там он будет, как бы, лично с праведниками, конечно, пребывать вечно. «Ему подобает всякое благодарение, и слава, и честь в отече веков. Аминь». Здесь еще Игнат Тихонович Ласкин дает свое примечание. «Если бы кто сказал апостолам, не говорю Христос, что придет такое время, когда, называющие себя служителями Христовыми, намеренно забудут его слова, и все, богословие святут к ритуалу, к чудесам от икон бесконечным, просто безумным канонизациям, предосвящающим суд Божий, и церковь превратят не в кладбище, а в скотомогильник, то могли ли бы поверить в это служители слова? Если сегодня в любой православный храм зашел бы апостол Павел и, постояв хотя бы десять минут у порога, послушал бы какое-то невнятное бормотание законостаса, непрерывное движение людей по храму и увидел бы, чем торгуют и зачем сядь в торговле в храме, то не спросил ли бы он, что за веру исповедовать здесь, признать то, что есть сегодня за евангельское не смогут даже при всем желании сами священники? А если бы апостол зашел бы в крестильное помещение предварительных бобов среди пришедших креститься и посмотрел бы, как это совершается, то не спросил ли бы во имя какого бога это происходит, но признать творимое в крестильных, где любого пришедшего с улицы, прикоснувшись мокрой ладонью к его голове, объявляет христианинам, признать это за евангельское, кто держнет на это. Безмысленно совершенная новая религия под именем православия, святые каноны вселенских соборов и апостольские правила повелевают. Шатина проводить катехизацию, оглашать, то есть учить Слову Божию, готовящихся к крещению не менее трех лет. И только после тщательного рассмотрения разбора этой личности оглашенного епископ должен решать, допускать ли его до крещения. Чтобы крещение было действительно, нужны три условия. Если хотя бы одно из них будет нарушено, крещение будет как бы несостоявшееся. Хотя бы внешне все было соблюдено. Человек должен уверовать, принять Христа в свое сердце, как своего Спасителя, и твердо обещать служить Богу доброй сольски. Первая сетра, 3 глава, 16 стих. Руками закона рукоположного, незапрещенного священника, должен быть трижды полностью окружен в воду с произнесением соответствующих слов. И все это должно быть совершено бесплатно. Все три условия сегодня полностью, в кавычках, узаконенно нарушаются. Идет купля-продажа извращенного таинства. Ясно, что Бог, бодрствующий над словом Своим, без наказания не оставит всех участников этого беззакония. Иеремия, 1 глава, 12 стих. Господь сказал мне, «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось». Кавычки закрылись. Наума, 1 глава, 3 стих. Господь долготерпелив и велик, могуществен, и не оставляет без наказания. Вихри из бури шествия Господа, облако, пыль от него. Захая, 1 глава, 15 стих. «Горе негодному пастуху, оставляющему стадо, меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно сохнет, и правый глаз его совершенно потускнет». Господи благослови, ну, прочитали, значит, много, и толкования, и окрещения. То, что у нас, да, мы видим, конечно, это не радует. Очень жалко, что, когда идет служба, у нас всю службу, мы слышим за спиной, гремят деньги, деньги, да, гремят, как на рынке, напоминает это рынок, да, и люди ходят, да, вперед, и телефон у нас постоянно, хотя их предупреждает, чтобы выключать сутки и телефон, они у нас постоянно звонят, ведет ли причастие великое таинство, и люди входят и выходят, и разговаривают, и благовестия страха нету, да. Вот нам сложно, в такой обстановке бывает молиться, и так-то сложно, мысли рассеиваются, вот. Сейчас хотела проговорить немножко, вспомнить опять вот сегодня с благовестием, как у нас, получается, мы ходили, но сегодня у нас не получилось, то один болеет, то кто-то работает, то что, но благовестие у нас происходит сложно. Как раз у нас видно, вот сейчас мы читаем, что Евангелие у нас не авторитет, раздаем Красное Евангелие, люди не принимают, принимают нам сектантов, мы показываем, что это благословение. Даже вот хороший журнал «Душа», православный такой, издательство алтайское, «О силе духа», «Наука чудеса», «Фугасание мужественности», здесь даже известные бывают, и священники выступают, тут я раздаю, многое очень нравится, благодаря за этот журнал, и говорят, мы видим там и знакомых священников, статьи очень интересные, люди просят, были мы в больнице, в больнице оставляли, но вышло у нас искушение, нас оттуда и выгнали, попросили культурно не приходить, Евангелие не раздавать, очень жаль, люди болящие, люди в храм, которые не ходят, ну где они еще? Ну по телевизору понятно, ну когда по телевизору смотришь, это одно, как-то мертвое все, а когда человек живой, вот пришел, вот он тебе рассказывает, он тебе там молитву принеси, ему дать, что-то пообщать, какой-то у них вопрос, не все ходят в храм, не все могут возможности спросить у священника, а так, задают нам вопросы, мы что-то могли ответить, ну уж если не можем, мы опять к священникам пошлем, да? Вот я говорю, были мы в Москве, что мне понравилось в этот раз, везде мы здесь искали, столкование, вот новый завет, столкование блаженного филакта, очень хорошее, но у нас его в лавках нет, у нас в кладе нету, не найдешь, я уж не знаю, он в Евангелии, не новый завет, он в Евангелии. Ну, Евангелие, это же новый завет, новый завет, толкование блаженного филакта. Нет, там написано, книжка на Евангелии, то есть не Новый завет написано, а Евангелие. там только Евангелие, а здесь еще и откровение вошло, поэтому, поэтому, там только Евангелие. Потому что еще очень интересно, ну даже хотят Евангелие, толкование блаженного филакта, и то нету, не найдешь. Вот мы были в Москве, нам понравилась, нас одна сестра приняла, мы благодарны ей, она нас выпоила, накормила, ночевали мы у нее, встретила хорошо. Мы, конечно, дали визитку, рассказывали про сайт, показали, как зайти. Вообще, рассказывали, Игорь Тихонович, многое про их общину, все, что смогли, показали, вот оставили журнал Душа. И, кстати, купили, как раз вот, Евангелие, толкование блаженного филакта, именно в храме Христа Спасителя. Вот единственное, что порадовало, там у них вот эту книгу, мы приобрели, вот я не помню, она в четырех книгах, да? В четырех книгах, да? И цена была, наверное, где-то 700, чем-то рублей, да? Около бы 700 рублей, четыре книги. Вот, она читала, уже скрыла, она кто-чем понравилась, потому что... Шрифт, конечно, гаделька. Шрифт мелкий. Здесь маленько покрупнее, но здесь очень много, он такой необычный, вот они выделяют места, и здесь и картины красочные есть, ну и тут, вот, тут очень много, конечно, это вообще необычное. Дополненные и комментарии Игнатия Ильича, он, слава Богу, он поясняет, несколько раз нам же нужно сказать... Которые развернуты? Повторить несколько, мы такие рассеянные бываем, что нам об одном тоже нужно сказать несколько раз. Вот. Ну, у нас здесь многим, кому я говорила, получается, не читают, не знают. да и евангельницы читают. Вот. Ну, приятно, что все равно хотя бы хоть кто-то берет, особенно молодые, которые далеко от храма, правильно, как Вы знаете, что говорили? Дальше от храма они как бы... Более открытые. Более открытые. Молодые, они не боятся. А у нас те, которые даже ходят в храм и причащаются, ну, такие напуганные, даже боятся. Я, правда, сама в одно время была такая, наверное, у нас некравильная информация была, мы боялись этих сект, всеми ими запуганные были, да, потому что у нас и цитарные секты были, понятно, что люди и с убийством пока поканчивали, да, и оттуда выйти не могли, и многие пострадали от этого. Это, конечно, их можно понять. Но, опять-таки, откуда они? И почему они? И чья в этом вина? Наверное, и вина наша тоже. Потому что Господь сказала, здесь проповедуют все твари Евангелие. Мы их православными делаем, а если мы делаем, наши же православные соблазняются. Вот. Мы, говорю, издавали, да, нас знакомого встретила, он говорит, это не православные, они так не делают. То есть, она констатировала просто факт. Но этот факт мы сами знаем. Мы знаем, вот я сама, если раньше не издавала, я и не знала, не сталкиваюсь. А сейчас сталкиваюсь, и я вижу какие православные, которые, они не вер своими знают, и они из других не разбираются. Чем отличается православный христианин, или там другой еретик, или кто такой вообще сектант. Да, вот. Это же, я вот недавно помолилась, Господь как-то послала одну женщину, мы на улице тоже шла, но я стараюсь с собой вот евангельность красненькая, молитву, когда вот есть возможность, и до кого Господь пошлет, расположиться иногда предлагаю. И мы так с ней побеседовали, хорошо. Я сначала, правда, она, я-то представилась, понятно, что ей евангелие православное, благословение патриарха, а я как-то подумала, сначала приняла, что она тоже какой-то секты, но потом я, конечно, поняла, откуда она. Но она более похожа на православных. Вот, что интересно, на каждой она со мной соглашалась. И что церковь нашли, стоит священство, законы расположены от первых веков, я их показываю, она аминь говорит, то есть вот это было необычное. То есть все казалось бы не православное, но, хочу сказать, я заметила, мне понравилось, что она человек живой, я прямо так бы сказала, рожденна Духом, покажем, Владимир Духом, потому что, как и на этих книгах первая, благодать призывающей, обращающейся там съесть, и прямо это видно, потому что она сразу стала говорить именно о крови, о распятии Иисуса Христа. У нас православных это не принято, говорит, она крестик не носит, крест на знамение не делает, но я поняла, что она баптистка, но и правильно, как на этих книгах, они к нам более всего расположены. То есть икона, они не хулять, она к иконам хорошо относится, к житиям святых, или просто канонизированных святых, кого я привозила, например, или толкование главного фифилакта, она слушалась удовольствием, ей понравилось, она сама удивилась, говорит, интересный человек Господь не послал. То есть взаимная у нас симпатия, и мы поняли друг друга. Причем, встречаясь такого же православного христианина, начинаешь разговаривать, он чуть ли не руками машет, и бежит от себя, он напуган. Встретила сектанку, который находится в Ельсе, но который об этом не знает, и мы понимаем друг друга лучше. Вот интересно ведь. То есть у нас не происходит недопоминания. Да, но она постоянно задавала не один вопрос, я очень сожалею, что мы как-то расстались, она торопилась, мы телефонами не обменялись. Она задавала вопрос, что делать постоянно, как это? Ну, что делать?